Доброе утро! Сегодня Всемирный День Справедливости. Как вам? По-моему, сильно. Помните дивный фильм «Золушка»? Мальчик, который учился на волшебника, записывал, сколько раз с «Золушкой» поступили несправедливо. Я думаю, у каждого из нас есть свой список, а волшебника вот нет. Нет-нет, что вы, я не сетую. Я говорю, что очевидно, это является одной из претензий к отсутствию волшебства в жизни. Именно поэтому каждый из нас творит его сам. Как умеет. Мы умеем вот так. 23 февраля начинается в пятницу. Идем в кино. Книги, достойные вашей полки. Светлана Федотова расскажет. Трамвайю везде у нас дорога. Но все же какой транспорт быстрее? С лицензией оно как-то спокойнее. Какие управляющие компании прошли экзамен? Частными интересами придется поступиться. Небывалый интерес к новостям экономики. Противоречивые комментарии в офисах. И пугающие слухи на домашних кухнях. Ведь сегодня тема финансовой нестабильности, пусть и в разной степени, волнует каждого из нас. Согласитесь. Губернатор края, выступая накануне перед местными парламентариями, предложил поступиться частными интересами и настроиться на совместную работу. В том числе и над законопроектами. Что ждет край в ближайшем будущем и кому помогут материально? Вот об этом знает Стас Уланов. Обеспечить устойчивое развитие экономики и социальной сферы в период наиболее сильного влияния неблагоприятной внешнеэкономической и внешнеполитической конъюнктуры. Губернатор представил комплекс мер по стабилизации ситуации депутатам законодательного собрания края. План разработан правительством с привлечением экспертного сообщества промышленной и банковской сфер, профсоюзами и общественниками. Сразу скажу, это не антикризисная программа. Цель плана – придать дополнительную устойчивость региональной экономике и защитить базовые интересы граждан на основе более эффективного использования накопленного запаса прочности и задействования мер, реализуемых федерацией. Глава региона отметил, к началу 2015 года край подошел с лучшими, чем в среднем по России, результатами развития. В январе динамику позитивного движения удалось частично сохранить. Так, почти вдвое по сравнению с прошлым годом выросли объемы ввода жилья. Продолжается реализация практически всех крупных инвестпроектов. В числе мер, предложенных региональными властями, продолжение работы по формированию благоприятного инвестиционного климата, поддержка системообразующих предприятий. Формируется реестр приоритетных списков продукции с точки зрения импортозамещения. Поддержат также малый и средний бизнес. Финансово – за счет снижения налоговой нагрузки, установления льготных налоговых периодов, а также за счет снижения административных издержек. Мы с представителями контрольно-надзорных органов отдельно проговорили необходимость умерить пыл проверяющих, руководствующихся только числом проведенных проверок и изменить отношение к бизнесу. Но и бизнес, в свою очередь, должен изменить отношение к перспективам собственного развития. Сегодня нужно не только ввозить товары из-за рубежа, но и организовывать обратный поток, заявляет Виктор Басаргин. Тем более, что курс национальной валюты тому всячески благоволит. Используется максимально весь ресурс федерации, максимально весь ресурс региона, для того, чтобы тем предприятиям, которые вкладывают инвестиции, тем предприятиям, которые развиваются, те предприятиям, которые организуют новые рабочие места, дать возможность завершить свои проекты. И тем самым наполнить доходную часть бюджета и обеспечить все социальные обязательства, которые есть в регионе. Социальные обязательства, в свою очередь, настаивают крылья и власти, будут исполнены в полном объеме. Повысится адресность предоставления льгот, будет расширен список их получателей. Новацией станет введение мер поддержки для компенсации инфляционных издержек наиболее уязвимым категориям граждан. Планируется предоставление права единовременной выплаты за счет средств регионального материнского капитала в размере 10 тысяч рублей. Расширение направлений использования регионального материнского капитала. Увеличение на 20% числа участников системы нематериальных мер поддержки семьи с детьми. Это, к примеру, введение дополнительного дня работы социальных учреждений для обслуживания только многодетных семей. Объем финансирования этого направления в 2015 году вырос на 11,5% до 14,4 миллиарда рублей. В числе других мер, направленных на стабилизацию ситуации, снижение напряженности на рынке труда. Краевые власти заявляют о готовности поддержать в этом до 100 тысяч человек в случае необходимости. Переобучение, временное и постоянное трудоустройство. А также сокращение неэффективных затрат. Зарплаты чиновников обещают напрямую увязать с эффективностью расходования бюджетных средств. А далее ежегодно в течение трех лет снижать расходы минимум на 5% в реальном выражении. В целом, сегодняшнее сообщение и в том числе обмен мнениями, который в виде вопросов и ответов состоялся, на мой взгляд, говорит о том, что мы сегодня адекватно реагируем на те вызовы, которые стоят перед экономикой края, перед социальной сферой. Реализацией стабилизационных мер Виктор Басаргин предлагает заняться безотлагательно. В тесном взаимодействии с законодательным собранием, федеральным центром, органами МСУ и профессиональным сообществом. И уже в марте, на месяц раньше, чем в предыдущие годы, в законодательное собрание будет внесен проект краевого бюджета. Станислав Уланов, Станислав Шубин, Евгений Гилев и Мария Грязнова. Телекомпания «Ветта». Вот точно, что кризис пугает тогда, когда мы сами рисуем страшную картину с широкими мазками об общении и преувеличении. Вот тогда кризис и представляется всесильным, а мы беспомощными. Пора перестать чувствовать себя жертвой, говорит Андрей Колесников. Лучше работать. Это по силам каждому из нас. Сохранить прежние заработные платы, уровень заработных плат, вероятно, это получится. Проблема в другом, что покупательная способность рубля очень сильно меняется. Поэтому сильно радоваться буквальному выполнению вот этих цифровых показателей не приходится. Я хотел бы обратить внимание на другую очень важную историю. Это совершенно конкретные планы региона по противостоянию вот некой безработицы, освобождению кадров на самых разных предприятиях и структур. Ну вот звучало две цифры, что вроде как максимальное количество освобождающихся сотрудников – это где-то 4-4,5 тысячи. Но программы, которые реализуются в регионе в 2015 году, могут дать до 15 тысяч новых рабочих мест. Понятно, что это никогда не бывает совпадение в один-в-один, но вот два этих механизма, они вполне могут снять напряженность по части трудоустройства. Регион сохраняет льготы по налогу на прибыль. Регион дает различные преференции малому, среднему бизнесу. Понятно, что мы находимся вдали от границ, и наша инвестиционная привлекательность в значительной степени будет зависеть от макроэкономических факторов. Регион должен быть готов к инвестициям, но боюсь, что один отдельно взятый регион в центре страны, он вряд ли может очень сильно влиять на вот этот инвестиционный климат. Задача любого региона, сейчас руководителя региона, вдохновлять, но не успокаивать публику. Экономическая ситуация достаточно сложная, и среднесрочные прогнозы, они чрезвычайно разные. Мне понравилось, что в докладе прозвучало очень большой набор конкретных мер, и самое главное, в них не было часто слышимой сейчас эклектики, где что-то похоже на рынок, что-то похоже на социалистическое регулирование, что-то похоже на другие эпохи. Большинство, подавляющее большинство механизмов и мер, они были рыночные, они были, в общем, вполне экономически обоснованные. И вот это делает этот доклад очень реальным и, кажется, выполнимым. Понятно, что насыщенность вот разных компонентов, разных механизмов, которые прозвучали в докладе, она очень сильно будет зависеть в целом от экономической ситуации в стране и от деятельности федерального центра. Я, вы знаете, что подумал? Что от мелких, каждодневных решений до важных шагов, меняющих все или очень многое, наша жизнь состоит из больших и маленьких выборов, которые мы совершаем, ну, буквально каждый день. И мы всякий раз расстраиваемся, когда с выбором прогадали. Не скажу, что во всем. Но вот с выбором управляющей компании теперь будет проще. Есть лицензия? Добро пожаловать в наш дом, нет? Ну, извините, пожалуйста, придите в следующий раз, если экзамен пересдадите. Тихо, идет экзамен. Сейчас за этой самой дверью представители компаний по управлению многоквартирными домами сдают квалификационный экзамен и подтверждают свои знания в области жилищного права. 100 вопросов и 2 часа на ответы. На сегодняшний день в Пермском крае справились с заданием и сдали экзамен более 300 человек. Наличие квалификационного аттестата у руководителя управляющей организации является обязательным требованием для дальнейшего получения лицензии на ведение деятельности по управлению многоквартирными домами. Я считаю, что в целом предложенная государством система лицензирования деятельности в сфере управления домами, она является правильной и необходимой в настоящих условиях существования рынка жилищно-коммунальных услуг. Я надеюсь, что она позволит минимизировать количество недобросовестных управляющих компаний. По поручению губернатора Виктора Басаргина правительство региона наводит порядок в сфере ЖКХ. Принимаются меры для организации прозрачности работы управляющих компаний. Создан краевой расчетно-кассовый центр, где происходит расщепление коммунальных платежей и средства на оплату услуг, поступают напрямую ресурсоснабжающим организациям. С этого года начнет работать сайт «Электронная ЖКХ», где будет собрана вся важная информация по каждому многоквартирному дому. Уже сейчас с информацией о сдаче квалификационных экзаменов и получении лицензий можно ознакомиться на сайте инспекции Государственного жилищного надзора Пермского края. Сам квалификационный аттестат – это еще не лицензия. И к нам сегодня в инспекцию поступают звонки от граждан, уточняющие, имеет ли лицензию та или другая компания. И демонстрируются, жителям демонстрируются квалификационные аттестаты и вводятся в заблуждение граждане, что компания уже получила лицензию. На сегодняшний день еще ни одна управляющая организация не получила лицензию. В инспекцию уже поступило полтора десятка заявлений и выдача первой запланирована на март. К первому мая абсолютно все управляющие компании обязаны получить необходимый документ. В противном случае их деятельность будет считаться незаконной. Ритис Барауско с Георгий Тимофеев, телекомпания «Ветта». Имея законное право отойти от дел, многие из нас сегодня трудятся с завидными для более молодых коллег удовольствием и отдачей. На пенсию-то особо не разбежишься, но знать, когда ее проиндексируют, очень важно. Как говорится, заслужил – получи. В колл-центре главы города прямая линия. На вопросы перемяков отвечает управляющий отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Пермскому краю Станислав Аваранчук. Люди звонят сюда с самыми разными проблемами. Кому-то нужна, например, информация о процедуре начисления пенсии. Кого-то волнует, не изменится ли пенсионный возраст. Кто-то обращается с просьбой о помощи. Мне почему-то пенсионный фонд здесь на Свердловском районе не перечислил пенсию за этот месяц, за февраль. Внедряем новые программные комплексы. Есть определенные недостатки в работе. Мы их исправляем, поэтому заранее извиняемся, что какая-то задержка произошла. Но постараемся исправить и вам позвоним, скажем, где ваша пенсия. С 1 апреля будет повышение пенсии? С таким категориям и на сколько? Надежда Валерьевна, мы с 1 апреля гарантированно будем повышать социальные пенсии. Пенсии инвалидам-участникам войны, чернобыльцам, еще некоторым категориям. Будут проиндексированы ежемесячные денежные выплаты. В течение часа Станиславу Аваранчуку позвонили 16 человек. 13 человек получили ответы на свои вопросы сразу. Проблемы еще троих руководство пенсионного фонда взяло на особый контроль. По ним будет вестись работа. Необходимо поднять документы и провести проверку. В рамках работы колл-центра города Перми обычно такие действия проводятся очень оперативно. Мы постараемся в течение недели все это отработать. Может быть даже раньше, если раньше будет известно, обязательно перезвоним и сообщим. Позвонившие на прямую линию могут также получить разъяснение в письменном виде, сообщил Станислав Аваранчук. Также их могут пригласить на прием. Подобные прямые линии в колл-центре проходят регулярно. Следующая состоится уже 25 февраля. Ее проведет сам глава города Игорь Сапко. По словам организаторов, такой формат общения приносит пользу как гражданам, так и властям, в работе которых очень важна обратная связь с населением. Мы очень хотим жить долго и не болеть, дышать чистым воздухом, питаться натуральными и безопасными продуктами. И очень надеемся, что наши дети и внуки смогут увидеть в лесу подснежник и искупаться в той речке, где мы с вами купались в детстве. И при всем при этом мечтаем о новой мощной машине и косо смотрим на те же трамваи. Экологически чистый вид транспорта, между прочим. Я и себя ни в коем случае не оправдываю. Но после сюжета Руслана Пепеляева задумался. Ведь действительно, трамвай это не только экологично, но еще и быстро. Ну, если без аварий, конечно же. Ольга Лаврентьева пользуется трамваем практически каждый раз, когда возвращается с работы домой. Главное преимущество этого транспорта говорит возможность быстро доехать до нужного места. Ну, я думаю, что он пробки объезжает. Вот в этом преимущество. Потому что на автобусах можно встать в центре города, а на трамвае объезжает. То есть на нем быстрее добираться. За прошлый год пермские трамваи перевезли 34 миллиона пассажиров. Именно скорость становится тем фактором, из-за которого горожане выбирают трамваи. Но так ли это на самом деле? Мы решили провести эксперимент и узнать, на чем быстрее можно добраться в час пик на трамвае или же на машине. Что ж, время 12.44. Заводим таймер. Поехали! Маршрут от остановки сквера Олега Новоселова до остановки Чкалова наш трамвай преодолел за 22 минуты. То же расстояние, в силу разных обстоятельств, водитель автомобиля преодолел за 27 минут. По расчетам Перм, Горэлектротранса, средняя скорость движения трамвая по улице Куйбышева в два раза выше, чем автомобильная. Эти данные мы получаем на основании данных с навигаторов, которые расположены в транспортных средствах. Данные уходят в специальную программу, где обрабатываются. И мы можем конкретно сказать, на каком участке, с какой средней скоростью движется транспортное средство. Как и любому транспорту, трамваю свойственно ломаться. Для решения этих проблем Перм, Горэлектротрансом приняты ряд мер. К примеру, уже решено возобновить запуск второго депо «Красный октябрь», что поможет качественнее и оперативнее делать технические осмотры. Мы же для чего работаем? Для того, чтобы наш горожанин мог максимально эффективно уехать из точки А в точку Б. Максимально быстро. С точки зрения скорости, я думаю, что здесь с трамваем мало кто может посоревноваться. Несмотря на то, что по улице Горького трамваи пока ходят во временном варианте, значительного уменьшения количества пассажиров не произошло. А это значит, что с окончательным открытием улицы после масштабной реконструкции можно рассчитывать на рост пассажиропотока. Руслан Пепеляев, Ярослав Аллахин, телекомпания «Ветта». Вот раньше снег был белее, трава зеленее. Радоваться погоде или обижаться на нее – наши критерии не отличаются четкостью. Вот зато к новостям мы относимся предельно конкретно. Цепляет или нет? Пресс-парад. Партнер проекта – группа компаний «Строительный центр Пермь». Городские власти в этом году не будут финансировать «Белые ночи», пишет коммерсант. Местом проведения фестиваля «Белые ночи-2015» может стать площадка парка имени Горького. Стороны обсуждают такой вариант сотрудничества. Расходы на фестивальный городок, включая его охрану, берет на себя парк. А бюджет должен тратиться на артистов и выступления. При этом прошлогодний оператор фестиваля будет отсутствовать. Фестиваль планируется финансировать через краевые учреждения культуры. Фестиваль может сменить название. Пока рабочее название нового фестиваля – «Пермский калейдоскоп», сообщает автор статьи Светлана Быкова. Виктор Басаргин назвал условия для инвесторов строительства Пермского аэропорта жесточайшими. Главу Прикамья предупредили о риске не получить ни одной заявки. Читаем в новом компаньоне. Виктор Басаргин отметил, что все конкурсные процедуры уже объявлены. Цитирую. «Согласно решению депутатов, мы совместно с ФАС разрабатывали документацию. Были жалобы со стороны одного из участников. На сегодня все учтено. Получен ответ, что никаких нарушений антимонопольного законодательства нет. Условия для инвестора жесточайшие. Нам даже говорили, что не зайдет инвестор. Тем не менее, мы пока их не изменяем. Считаем, что заявки будут». Подтверждается это тем, что все, кто заходил по этому вопросу ранее, подтвердили свое желание снова подать заявки. Конец цитаты. Число обманутых дольщиков Перми может вырасти, пишет Пятница. За последние несколько месяцев в Краевое министерство строительства и ЖКХ поступило 15 заявлений от жителей о затянувшемся возведении их будущих домов. Пермики жалуются в том числе и на компанию «Кайзер». В городе сегодня есть и примеры тревожных новостроек, по которым уже идут судебные разбирательства. В ожидании пациента. Парадокс. Койки в современнейшем федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии в Перми заполнены лишь наполовину. А ведь здесь трудятся специалисты высочайшей квалификации. Неужели стало меньше тех, кому необходима их помощь? Причины, как утверждает журналист Искандер Садриев, лежат в устаревшей системе взаимоотношений с городскими и районными больницами, которые не спешат направлять в центр даже тех, кому помощь срочно необходима. Подробности в «Звезде». Один очень неглупый человек сказал, «Понять отношения, связывающие нас с деньгами, значит понять человека. Мы и деньги неразделимы. Как и правила, которые мы соблюдаем. Какие правила? Правила денег». Партнер проекта «Торговый центр Мачта» на маршрутной 9. Выгодные решения для ремонта и обустройства дома. Хорошие цены. Широкий выбор. Только нужные покупки. Добрый день. Банки все чаще кредитуют молодежь. За последние пять лет доля заемщиков в возрасте от 27 до 59 лет значительно сократилась. Зато резко выросла доля клиентов от 16 до 26 лет, выяснил портал банки.ру. По данным Объединенного кредитного бюро, с 2010 года доля заемщиков от 16 до 26 лет в российских банках увеличилась с 2 до 12%. В последнее время появилось большое количество кредитных продуктов, ориентированных на эту аудиторию. Молодые люди активнее пользуются всеми видами кредитования, кроме автокредитов. Здесь лидируют представители среднего возраста. С одной стороны, молодые люди не склонны копить деньги для совершения дорогих покупок, а предпочитают приобретать их в кредит. С другой, они являются будущими активными клиентами среднего возраста. Поэтому именно им особое внимание. Это были правила денег. Вот спрашиваем малыша, кого ты больше любишь, папу или маму? Дети, даже те, кому удалось улизнуть от ответа, выпалив «я люблю шоколад», испытывают тревогу и чувство вины, вызванные этим, ну, казалось бы, невинным вопросом. Но, видимо, он не так уж невинен, если родители из поколения в поколение задают его словно и вправду, надеясь, что те вдумчиво и серьезно скажут «Конечно, тебя! Тебя я люблю больше всех на свете!» Какая разница, кого любят больше? Главное, чтобы дети-то были здоровы. Ведь так? Когда моему младшему сыну было 5 лет, он не вголаривал многие звуки. И простейшая скороговорка про Сашу, которая шла по шоссе, представляла для него определенную трудность. Но благодаря логопедам в школе мы смогли все это исправить. Сегодня расскажем о логопедической службе. Если до школы вашему ребенку осталось буквально пара лет, а часть звука все еще произносится невнятно, проблема, скорее всего, в недостаточной подвижности языка. Логопеды тренируют его специальной артикуляционной гимнастикой. Например, подсокать, как лошадка, полизать молоко, как киска, или пошевелить языком из стороны в сторону, как часы. Эти упражнения растягивают уздечку, увеличивают амплитуду движения, тем самым делая язык более подвижным и ловким. Когда люди делают гимнастику для рук и ног, дело нам привычное и знакомое. А вот зачем язык тренировать, он ведь и так без костей. Оказывается, язык – главная мышца органов речи. И для него, как и для всякой мышцы, гимнастика просто необходима. Недостатки произношения отягощают эмоционально-психическое состояние ребенка, мешают ему развиваться и общаться со сверстниками. Чтобы эта проблема не возникла у ребенка в дальнейшем, стоит начать заниматься артикуляционной гимнастикой как можно раньше. Детям до 2-3-4 лет артикуляционная гимнастика поможет быстрее поставить правильное звукопроизношение. Дети 5-6 лет и далее смогут преодолеть уже сложившееся нарушение звукопроизношения. Три года в норме. Ребенок должен говорить все предложения, весь текст, повторять, говорить и звуки, и четкость произношения С, З, Ц. В 3,5 года Ч, Щ. В 4 года идут звуки Ш, Ж. В 4,5, Ф, 5 Л, Р. Если ребенок не произносит по каким-то причинам, то нужно обязательно показываться уже у логопеда после 4 лет. Конечно, занятия с логопедом в этом случае будут оптимальным вариантом, но, возможно, родителям удастся справиться самим. Попробуйте научить ребенка произносить непослушный звук изолированно от других. Вполне вероятно, что у него это получится. Тогда можно переходить к другому этапу. Специалисты называют его автоматизацией звука. Проще говоря, вводы его в речь. Сначала в слоге, потом в слове и так далее до предложения и рассказов. Когда маленький ребенок смешно шепеляет и коверкает слова, у родителей это вызывает умиление. Но не стоит этим увлекаться. Лучше обратиться к специалисту для своевременной коррекции. Ну, у меня на сегодня все. Встретимся через неделю. Вот ценники на книгах меняются пусть и не так часто, как на продуктах, но это все равно лишний раз еще подумаешь, а действительно ли тебе нужна эта книга? Может, в библиотеку зайти, а? Или к другу. Пермяки свое мнение уже высказали. И вот что люди говорят. Библиотека большая у знакомых. У меня дома достаточно книг, и я читаю, которые у меня находятся дома. То есть я их покупаю в библиотеку и не хожу. В библиотеки? Муж в библиотеки берет 100% и приносит мне. Интернете сочетаем. У знакомых не всех есть такие книги, которые нам нужны. Ну, вообще у нас своя библиотека довольно большая. Если нужны новые, то да, обычно все-таки в магазин. Вот не каждой книге найдется место в семейной библиотеке. А в магазинах обычно книги возврату не подлежат. А вот мы придумали формат, удобный для каждого. Посмотрел, решил, ну а потом уже купил или не купил. Книжная полка. Выбор Светланы Федотовой. Здравствуйте. Это передача «Книжная полка» и я, Светлана Федотова. Мы будем говорить с вами об одном из самых прекрасных из того, что есть на свете. О книгах. К тому же, что еще делать в кризис? Только читать. Книга Леонида Изюховича «Самодержец пустыни» – самое то для долгих зимних вечеров. Леонид Изюхович – наш земляк. Когда-то он преподавал историю в школе номер 9, и обыватели помнят его играющим в настольный теннис в парке Горького. Теперь он значительная величина на российском писательском небосклоне. Но эту книгу стоит прочитать и потому, что она интересная, и потому, что как-то необъяснимо попадает в нерв времени. Она о таком же урагане, который теперь вертит нами. В центре сюжета – биография барона Онгерна Штернберга, белого генерала и буддиста, еще и женатого на китайской принцессе. История подана как авантюрный роман и читается как детектив. Барон хотел спасти Россию экзотическим рецептом, светом с востока. А получилось так, как всегда в таких случаях бывает – кровавое месиво с расстрелом главного героя в конце. За каждой строчкой этой книги стоят документы. То есть все не придумано. И это цепляет, страшит, изумляет, в общем, бодрит. Это уже второе издание. Оно в два раза больше первого, которое вышло еще в 90-е годы. Лично мне первый вариант нравился больше. Он как-то по-мускулисте. Я купила эту книгу осенью 98-го года в книжном на Старом Компросе. Стоила она, как сейчас помню, 5 рублей. Это и тогда было очень мало. Почему так, не знаю, но в тот книжный я еще долго ходила в надежде что-нибудь найти такого же качества. Не скрою. И по такой же цене. Увы и ах, больше такой добычи не было. К тому же там теперь обувной магазин. В других книжных магазинах теперь такие цены, будто книги тоже попали под санкции. В декабре они еще по-другому стоили. Поэтому выход один в библиотеки. Тем более, что книги о Перми и Пермском крае можно встретить только там. Вот, например, сборник материалов седьмой научно-практической конференции «Пермский дом в истории и культуре края». Пусть вас не смущают слова «научная», да еще «практическая», к тому же, конференция. Это сборник иногда очень хорошо написанных рассказов о городе. В частности, ветеран музейного дела Вадим Баланин такой написал интересный рассказ о своем детстве, который прошло в 50-е годы на улице Орджоникидзе. Там есть и поход с отцом на аэродром, который был на городских горках, и поездка к бабусе в дому центрального рынка, и то, как раньше праздновалось 7 ноября. Повседневная жизнь города Молотова подана так вкусно, так реально, что таки хочется продолжения. Автор. Пиши еще. Девушки. Там же, в библиотеках, полно любовных романов. Удивительно, но 50 оттенков серого Джеймса тоже есть. Ох, как ругают этот роман в интернете, и как его ожесточенно хвалят. Его даже называют бомбой, разорвавшейся в западном литературном пространстве. Ну, не знаю, не знаю. Чем пиво по подъездам пить, может, наверное, лучше и такие книжки читать. Но, уверяю вас, есть любовные романы и получше. Например, Джиджи Моэс, «До встречи с тобой». Об этой книге мы с вами поговорим в следующий раз. Предпраздничный совет. Если вы не знаете, как отпраздновать 23 февраля, поступите просто. Сходите в кино. Тем более в прокат выходит патриотичный фильм «Батальон». К тому же кинокартин о Первой мировой войне в нашей стране практически не снималось. Становись! Ой, не могу. Привык уже на пузе легче. Нет, лично для меня, конечно. Здравствуйте, дорогие мои киноманы. Я, как думают все мужчины, в ожидании какого-нибудь приятного сюрприза по случаю надвигающегося праздника 23 февраля. Дня защитника Отечества. В кинотеатрах специально к этому событию будут показывать фильм «Батальон». Кино о подвиге женского батальона во время Первой мировой войны. Целью его формирования была попытка поднять боевой дух армии и устыдить солдат-мужчин, отказывавшихся воевать. Войны у нас тут нету. Нам домой живыми охота. А то, что немец на русской земле стоит, ничего. На ум приходит недавно прошедшая в кинотеатрах Василиса о подвиге русской крестьянки на войне 1812 года. Бог нас смирил и не учит, в щеку подставить. Но ведь здесь же такой край, когда понимаешь, что переступишь все, душу продашь. Когда ближнего твоего у тебя же на глазах. А ты стоишь и молчишь. А нельзя молчать, воевать надо. Бабы за место вас воевать готовы. Вы понимаете, к чему дело идет? Нас притесняют. Такое ощущение, что настоящих мужчин, таких как мы, становится все меньше. Хм. Ладно, что-то я заболтался с вами, нужно еще успеть. Ужин приготовить пока. Жена не пришла. Держитесь, мужики. Вот обидно. Многие гости нашего города отмечают отсутствие красоты улыбок на лицах пермяков. При этом все все понимают. Климат, исторические обстоятельства, необходимость постоянно смотреть под ноги, а выражение лиц при этом напряженное, потому что упасть страшно. Это же сразу больничный. Причем ты при этом ни разу не на веселе. Вот просто шел на работу. Обиднее, если с работы, конечно же. Сложно улыбаться, когда не очень хочется. А придется. Улыбка – это флаг корабля, как поется в песне. Давайте-ка начнем улыбаться, и сразу все вокруг поверят, что хорошее в жизни еще возможно. А кое-где оно даже вот, рядышком. Оглянитесь вокруг. Можно прямо сейчас. А можно сразу, как только дойдете до рабочего места. И, пожалуйста, не экономьте на мимике. Есть масса других поводов. Ну, это пока у нас не выходные. Мы ж на уикенд, как на праздник. Тем более нынче это совпадет. С наступающим нас, мужики. Ура! Сегодня в Перми минус 10, минус 12 градусов. Переменная облачность. Возможен небольшой снег. Атмосферное давление несколько ниже нормы. Ветер юго-западный. 2-4 метра в секунду. Продолжение следует... Продолжение следует...